Добрый вечер! Сегодня я хочу начать с того, чтобы озвучить вопросы, которые мне были уже накопилось достаточно много. И я хочу ответить на вопросы, тем более, что они совершенно по теме идут, отвечают теме, поэтому я постараюсь на них более полно ответить. Вот тут был такой вопрос. Если мир и антимир поставить голова к голове, ну вы помните, я об этом рассказывала. Если учесть тот факт, что мир и антимир развиваются самостоятельно, то есть независимо друг от друга, с того момента, как абсолют родил сам себя. Длинный вопрос, поэтому я хочу сначала на эту часть ответить. Во-первых, ничего не бывает независимого. Все находится абсолютно во взаимозависимости и на все воздействует. Поэтому и мир, и антимир развиваются самостоятельно, но тем не менее они во взаимозависимости. Потому что, во-первых, у них идет обмен энергии, обмен энергетический. Потому что, как я уже говорила, черные дыры – это каналы, по которым энергия из мира проходит в антимир. Для того, чтобы там сейчас сжигали звезды и разгорался день. А у нас там тоже существуют свои черные дыры, которые сюда к нам энергию поставляют. И переброской этой энергии ведает сам абсолют. То есть он сам знает, сколько будет гореть солнце. Мы еще коснемся этого вопроса о мировоззрении, так сказать, парадигме авромистической и ведической. То есть западной и восточной. Тем более, что вопрос здесь тоже стоит тот. Абсолют родил сам себя. Абсолют не родил сам себя. Если вы помните, как я рассказывала, родилось колойное тело из массы великого сознания, великой мысли из массы великого сознания. То есть кто-то другой родил кольцо великого свечения. И в этом кольце уже было заложено развитие этого кольца. То есть была программа, по которой развивалось это кольцо. И эта программа, как бы та генетическая основа, по которой развивалось это кольцо великого свечения, она заложена уже в нулевой энергии. Нулевая энергия, которая первичная, самая первая энергия в кольце великого свечения, это нулевая энергия. Она не просто такая бессмысленная нулевая энергия. Она несёт в себе информацию, она несёт в себе уже изначально нулевой закон. Нулевой закон. Нуль – это не ничто, это не пустота. Нуль – это начальная точка развития какой-либо системы, которая уже содержит в себе программу развития этой системы. И нулевой закон, он как раз и есть закон относительности. Если смотреть в динамике. И закон относительности и закон подобия. То есть закон аналогии. Закон аналогии – это очень известный закон. И если вы занимались эзотерикой, вы помните, что в изумрудных скрижалях Гермеса так и было написано, как вверху, так и внизу. Это есть выражение закона, нулевого закона. Закона, который записан в нулевой энергии. Поэтому нулевая энергия – это не простая энергия. Она несёт в себе закон. И она несёт в себе уже так же, как зародыш яйца несёт в себе будущего, скажем, будущий организм. Так и кольцо великого свечения, оно тоже несёт в себе зародыш будущего абсолюта. И абсолют развивается. Развивается согласно этому закону. Да, в процессе развития он получает опыт. Он набирает этот опыт. И, скажем, первое кольцо, когда оно разделилось, то оно оставило в двух оставшихся кольцах, которые сомкнулись, свой опыт. И снова шло развитие, снова набирался опыт. И вот наше кольцо великого свечения, к которому мы уже с вами живём, которое дважды делилось, Вот здесь вот как раз и показано, что оно делилось дважды. Вот это вот показано, что оно делилось дважды. Вот, то есть вот так правильнее будет. Оно делилось дважды. И это, собственно, генетическая информация нашего кольца великого свечения. Поэтому абсолют не сам себя родил. Как всё абсолютно рождается согласно великому закону, согласно закону. А закон гласит, всё в мире имеет точку рождения, имеет процесс развития и завершающий этап видоизменения. Кстати, ещё раз хочу обратить ваше внимание на то, что именно видоизменения. Потому что даже мы, если мы правильно будем жить, если мы освоим все законы, и если мы эти законы сделаем своими, то мы можем уже не завершающей своей точки развития, не уйти, то есть наш организм может не разрушиться, а мы можем его перевести энергетически на другой уровень существования, то есть энергетический мир. Поэтому вот ещё раз я прочитаю вопрос, часть этого вопроса, вернее, что если мир и антимир поставить в голове, если учесть тот факт, что мир и антимир развиваются самостоятельно, то есть независимо друг от друга, с того момента, как Абсолют родил сам себя, то почему у мира и антимира равнозначные пары глаз, а сила Абсолюта одна? Потому что Абсолют един. Он един, он находится в центре Вселенной. Понятие глаза достаточно относительно, когда мы говорим о иерархах высокого уровня. Ведь даже человек, если он получает ситхи, у него развивается третий глаз, ни в коем случае, я не говорю, раскрывается третий глаз. Раскрывать третий глаз ни в коем случае нельзя. И вот тем более расковыривать его. Он должен, обязательно он должен открыться сам. Он должен у нас начать функционировать при высоком развитии. Только высокое развитие даёт правильное раскрытие третьего глаза. И если его преждевременно раскрыть, этот третий глаз, то можно просто на всю жизнь ослепнуть. Да, может быть, и вы таких сумасшедших много видели. Вот они ходят, они чего-то видят. Чего видят, непонятно. Один одно видит, другой другой видит. Ну что, какие ассоциации раскроют смысл, то он и видит. А у него нет правильного развития, у него нет правильных знаний. И он сам не знает, чего видит. Сколько такого было, когда люди видят и говорят инсказательно, потому что раскрыть смысл они не могут. Поэтому, конечно, ясновидение, яснослышание, самый высокий уровень, близкий к тому, что раскрывается уже сам по себе третий глаз, это ясно понимание. Когда человек уже понимает смысл и может этот смысл расшифровать своей ассоциативной логикой. Вот, поэтому глаза, это весьма, скажем, условно, когда мы говорим о богах, они видят. Глаза им нужны только для направления внимания. А для видения им глаза вообще не нужны. Они и так видят, они видят всем полем. А так же, как видит человек, у которого третий глаз развивается, раскрывается, он тоже видит полем. Поэтому этот человек тоже видит не глазами. Кстати, очень интересно, были иногда такие случаи в истории. Я, к сожалению, забыла фамилию этого человека. Это он был где-то на заре прошлого века. И жизнь свою закончил, по-моему, в Японии. Он был слепорожденный. Но он прекрасно ориентировался. И, как он говорил, я вижу свет. То есть он мог скакать на коне. Он вел себя совершенно как зрячий человек. И в Японии даже заподозрили его. Подумали, что он какой-то разведчик и притворяется. И даже проверяли, действительно, есть ли у него зрение или нет. Но люди, которые интересуются разного рода такими историями, наверное, помнят его фамилию. Просто я не запомнила, как его звали. Но такие случаи были, когда люди действительно видели, говорят, что знаменитая Матронушка. Говорят, что она тоже так же не имеет совершенно... Она рождена была совершенно слепой. У него даже глаз не было. Вообще не было глаз. И она как-то вот увидела духовным зрением. Сейчас, конечно, очень много людей паразитируют на этом имени. Они думают, что они придут к Матронушке. И она прям все их желания выполнит. Я знала многих людей, которые ходили, поклонялись. И в результате запустили свои болезни. И тоже лишились многого. Ну, речь не о том. Итак, дальше вопрос продолжается. То есть это часть вопроса. Дальше. Что будет, когда Абсолют полностью переведет силу своего внимания в антимир? И там наступит день. А у нас в мире наступит ночь. Плюс отсутствие силы внимания Абсолюта. Имеет ли смысл очищать этот мир перед тем, как он заснет? И каким он заснет? После того, как Абсолют отведет силу своего внимания от мира полностью. Если отсутствие силы внимания Абсолюта на 3 четвертых привлекло такое большое количество темных сил. Ну, я так думаю, что, наверное, либо я, наверное, неполно раскрыла тему. Скорее всего, это именно так и есть, что я неполно раскрыла тему. Вообще, мне казалось, что я достаточно ясно сказала, что это закон, собственно, который на протяжении всего развития от первого кольца Великого Свечения до последнего, вот до сегодняшнего, в котором мы живем, имеет силу. То есть в конце каждого дня снимается энергетика для того, чтобы проверить на состоятельность все рожденное в этом дне Абсолюта. То есть это как бы экзамен. Дело в том, что для чего нужно Абсолюту такое большое количество разумов, которые он рождает, скажем, в людях. Ведь нас очень много. Правда, на нашей планете это не может быть нормой, потому что на нашей планете собрано очень много цивилизаций погибших, и остатки этих погибших цивилизаций в результате страшной вот этой войны богов привезены сюда, на нашу планету. Ну, если вы помните, догоны, они, например, утверждают, что их привезли, и даже говорят, где их вимана там находится, которая их привезла, их корабль большой. И, скажем, ну, многие народы говорят, алиуты, по-моему, нет, алиуты это потомки, айны, айны тоже говорили, что их тоже привезли откуда-то. То есть есть такие народы, которые утверждают, что они завезены сюда. Кстати, австралийцы. Австралийцы – это тоже аборигены не наши земные, их тоже привезли. Мало того, там им создали условия такие близкие к их, так сказать, планете. И мало того ещё для того, чтобы они черпали силу, как о своей планете, был транспортирован огромный камень-скала, такой оранжевого цвета. Ну, вы, наверное, все знаете, как он называется. Иалуру, по-моему. Ну, что-то вот близко к этому. Вот. И они поклоняются этому камню и черпают силы от этого камня в свою генетику. Так вот, на самом деле, такое, скажем, страшное испытание, которое нам пришлось всем пережить в этом Кольце Великого Свечения именно в конце этого дня, оно весьма необычное. И такого не было никогда. Обычно это было дежурное такое, ну, опускалась энергия, ослабевала энергия. Скажем, на три четверти, на три четверти закон становился слабее. И проверялось всё на состоятельность. Потом ещё на... То есть на одну четверть, потом ещё на одну четверть, ещё на одну четверть. Но одна, один столб Дхармы, он остаётся всегда. Он никуда не уходит. Вот если вы, например, ну, можно так сравнить по закону аналогии, вы ложитесь спать. Когда вы ложитесь спать, вы своим вниманием из тела своего уходите. Вы тело своё уже не наблюдаете. Вы ушли из него, там умеры сна в царство Морфея. Но тело-то же живёт, оно же не умирает, и в нём монстры сразу же не выскакивают из каждой тлеточки, правильно? Поэтому это приблизительно равноценно так. Когда абсолют уходит своим вниманием в антимер, то мир засыпает. Засыпает так же, как поскольку это физическая часть, все галактики, метагалактики. Вообще-то весь физический мир, он тоже засыпает, пригасают звёзды. И для того, чтобы болезнь, никакая болезнь не поразила, уже спящий мир, для того и существует вот этот процесс очищения. Этот процесс очищения, который позволяет очистить мир до того, как он заснёт. И почему такое количество надо тел? Почему такое количество нужно физических тел? Потому что абсолют познаёт сам себя. И каждый из нас в этом мире получает опыт. Как я уже говорила, самую главную драгоценность жизненного пути, которую мы выносим из этой жизни, это опыт. Это опыт. И этот опыт рассматривается. Рассматривается высшими богами, высшими силами. Если он действительно эволюционный, если он нужен Вселенной, он остаётся. И тот, кто этот опыт наврал, он остаётся и идёт дальше в эволюцию, в развитие. А если опыт отрицательный, и он не нужен, то тогда этот опыт трансмутируется. То есть раскручивается до нулевой энергии, ну, как, например, наше тело. Наше тело, мы родились, маленькие росли, выросли, потом оно стало здоровым, тело послужило нам. Но мы не сумели набрать тот опыт, чтобы перевести это тело на другой уровень, так сказать, бытия. Поэтому это тело, как ослужившая одежда, оно уходит. А куда его одевать? Не складировать же его. Вот, кстати, наши предки поступали правильно, и так поступают в Индии. Они сжигают это тело. Сжигают и не создают эти страшные поля некротической энергии, какие мы собираем на кладбищах. Это сжигается, и всё. Потому что оно служило, оно не нужно, так же, как старая одежда, которая никому не нужна, как хлам, её сжигают, так же точно сжигается и наше тело. Поэтому остаётся, как я уже говорила, остаётся только положительный опыт, необходимый опыт, который оформит, который одобрит высшая сила, то есть высший разум. Поэтому, да, у нас произошло, конечно, у нас произошло, этот день абсолютно ознаменовался страшной бедой, потому что никогда ещё, и иерарх такого высокого ранга не падал в инферно. Поэтому так и получилось, что он в своём безумии дошёл почти до абсолюта. Погорело очень много звёздных систем, погорело очень много миров в нашем мире. И, естественно, этот опыт сейчас будет учтён, и иммунные клетки, которые сейчас проходят этот опыт. Вот, кстати, мне учитель сказал, что вы здесь, на этой планете, те, кто пройдут этот опыт, те, кто получат опыт, и те, кто пройдут этот путь правильно, и наберут положительный опыт, и сработают отрицательный опыт, они станут иммунными клетками будущего мира. То есть они будут нести иммунитет от этой заразы. Поэтому до конца дня абсолюта, до конца дня абсолюта, весь минус должен быть трансмутирован. Это всё равно, как опять же, я хочу опять сделать аналогию с телом, как если бы мы, например, ложились спать, ну и ложились спать больными, то болезнь, естественно, продолжала бы точить во сне наше тело. Но если бы мы оздоровились, и легли бы здоровыми, то и проснулись бы здоровыми. Вот так приблизительно мир, он должен заснуть здоровым. Поэтому последняя заключительная часть, как мы называем кали-юга, кали-юга, это когда дхарма стоит на одной ноге, когда именно всё проверяется на состоятельность, или, как говорят, на вшивость в народе. То есть каждый пройдёт свой страшный суд. И страшный суд как раз заключается именно в том, что это будет разум судить сам себя. Мы будем судить себя сами. И никуда от этого никто не уйдёт. И мало того, что мы будем трансмутировать свою личную карму в страшный суд, он называется потому, что мы все будем трансмутировать ещё и карму рода, и карму народа, и карму всей цивилизации. А кто за нас это будет трансмутировать? Мы наработали, мы и будем трансмутировать. Поэтому будет раскручено очень много разума, будет раскручено до нулевой энергии очень много сознания, очень много уйдёт в небытие. Останется только, во всяком случае, как мне сказали, в 1977 году было сказано, что только одна треть из человечества имеет возможность выйти, имеет возможность воспользоваться, скорее всего, знаниями, и набрать эти знания, и воспользоваться ими. А вот сколько из этой трети действительно воспользуются, неизвестно. Как в Пхагавадгите сказал однажды Кришна Арджуни, из тысячи едва ли один стремится к совершенству, а из стремящихся едва ли кто меня достигает, сказал Кришна. То есть действительно, люди интуитивно тянутся к свету, им хочется этого света. Но ведь для этого надо трудиться, для этого надо пожертвовать, для этого надо пожертвовать очень многими сансарными благами, очень многими сансарными удовольствиями. А на это человек не способен, он никак не может это совершить, потому что он живет уже в этой парадигме и рождается постоянно, поэтому он пожертвовать ничем, как правило, не может. Так что, дальше вопрос заключается тем, что темные силы всегда были на земле, они проснулись в сумерках. Вот все, что до сих пор я говорила, именно я говорила для того, чтобы было понятно, что это неправильно, что темные силы не надо путать, не надо путать обычную темноту, когда ничего не видно, и силы тьмы. Это совершенно разные вещи. Они иногда могут силой тьмы прийти, ослепительно сверкающими, и всех обмануть. И, в общем-то, именно для того, как я уже говорила, этот период «Будь с нами» проводится, именно для того, чтобы трансмутировать эту болезнь мира. То есть умные силы, еще раз повторю, я уже говорила в прошлых своих беседах, это болезнь мира, это болезнь. Это не закономерность, а болезнь. Закономерность – это здоровый организм. А когда он заболел, вот это как раз и есть, значит, в организме поселилась какая-то темная сила. Поэтому темные силы, как всякая болезнь, должны быть трансмутированы, и в ночь наш мир уйдет очищенным, здоровым, и никаких никто копошиться во мраке не будет. То есть никаких темных сил не будет. Ну, не надо, конечно, путать, например, те микроорганизмы, которые там, анаэробные организмы, которые рождаются без кислорода, которые рождаются для того, где всякая гниль идет. Там специально эти бактерии и микроорганизмы, которые очищают мир, пожирают, перерабатывают этот мир. Или черви, например, дождевые черви, они очень полезны. Поэтому не надо путать темные силы вот с этими здоровыми, так сказать, нужными для мира микроорганизмами, вообще организмами. Или, например, в мире животных существуют чистильщики такие, падальщики их называют, которые тоже очищают этот мир, очищают природу от падали, от гниющего чего-то. Поэтому все должно в мире, все в мире должно находиться на своем месте, выражаясь всеобщим множеством в полную гармонию. Вот. И еще последний этот вопрос заключился так. Какой будет ночь этого мира, когда упадут все четыре ноги? Как я уже сказала, четвертая нога или четвертый столб Дхармы, он не падает никогда. Так же, как в Египте, например, четыре сфинкса. Кстати, я тогда ошиблась, ну, как-то увлеклась, неправильные цвета сфинксов сказала. На самом деле, не зеленый сфинкс, а синий, синий сфинкс. Вот. Белый сфинкс остается всегда. Белый сфинкс остается всегда. Что такое белый сфинкс? Что такое последний столб Дхармы? Это разум. Разум никогда не покидает этот мир. Разум всегда остается в этом мире, поэтому он никогда не покидает этот мир. Это четвертый столб Дхармы. Это белый сфинкс. Это как раз-таки вот та сила, которая всегда остается в нашем мире. Так что я надеюсь, что достаточно полно ответила на этот вопрос. Но если что-то будет непонятно, пожалуйста, задавайте этот вопрос. Вот к этому же вопросу. Почему непонятно? Почему непонятно? Вот почему? Тут мне еще один задали вопрос. Прямо вот он очень хорошо к этому вопросу идет сейчас. Чем отличается западная психология и восточная? В чем суть славянской психологии? Ну, скажем так, что если это психология, то психика человека, это значит его сознание, в первую очередь сознание. Сознание человека формируется, как мы знаем, очень многими факторами. Ну, сознание славянское, оно формировалось прежде всего ритмами той местности, в которой он зрел, в которой он развивался. А вот, скажем, парадигма, в которой развивается мысль человека, это действительно очень важно. И парадигма, скажем, аврамистическая или западноевропейская на сегодняшний день, очень сильно отличается от парадигмы восточной или ведической. Почему? Скажем так, что христианство, как мы знаем, христианство является, скажем, ветвью иудаизма. Так же, как и мусульманство, так и христианство, это две ветви одного иудаизма. Поэтому в парадигму этих двух религий вошло в первую очередь парадигма иудаизма. И, скажем, христианство давлело над Европой, можно сказать, над половиной сознательного мира в течение тысяч лет. Тысячи лет. Ну, скажем так, что сначала оно, христианство, развивалось сектантски. То есть были секты, было очень много сект во всех мира, во всех странах, порабощенных Римом. А потом, когда уже император Константин сделал это государственной религией, оно стало по-настоящему захватывать весь этот мир, европейский весь этот мир. Но это уже было в четвёртом веке новой эры. То есть это уже не две тысячи лет, а, скажем, где-то полторы тысячи лет. Я изучала очень внимательно эту религию. Вообще я считаю, что религия необходима для низкого эволюционного уровня сознания. Потому что оно, ребёнок, например, не может. Что такое низкий эволюционный уровень сознания? Это первый уровень ещё развития разума в этом физическом теле, в этом мире, в физическом мире, когда он только-только начинает набирать опыт. Это так же, как ребёнок родился, ему нужны мама и папа, в которых он верит, которые его защищают. И в случае какой опасности он прибегает куда? Он прибегает к папе и маме. Он призывает папу и маму в первую очередь для своего спасения или если он чего-то боится. Поэтому у людей низкого развития им необходима религия. Им нужно верить, что есть такая добрая сила, которая их сможет защитить, которая даст им защиту, которая не даст им помереть в этом страшном мире. И обязательно, как ребёнку, человеку, нужно прислониться куда-то. И вера необходима в этот момент. То есть вера, она сопровождает человека от рождения до смерти. Но чем больше человек знает, тем меньше у него становится веры. И чем меньше он знает, тем больше у него веры. Поэтому, скажем, человек, который изучает эту жизнь, изучает законы этой жизни, у него вера постепенно как бы утрачивается. Он понимает, что Бог – это не то, что он думал раньше, что это не некое антропоморфное существо, но старичок какой-то там сидит, и к нему можно прийти, вот он тебя там пожалеет, или наоборот, нельзя его разгневать, потому что он может тебя ещё и пришибить, если что, ты себя плохо ведёшь. Во всяком случае, в христианстве очень много страха Господня. То есть бойся, бойся, бойся. Я, конечно, скажу, что я родилась в самый глухой век атеизма в нашей стране, в 45-м году. И, собственно, всё моё детство и юность сопровождал такой мощный атеизм, глухой атеизм. Были атеистические чтения, был журнал «Атеистические чтения». То есть верить в Бога было не модно и особо. Но и во всяком случае, все новые города церквей не имели, и их было не такое количество. Было очень много разрушений в церкви, которые не восстанавливались. И как-то это всё проходило мимо. Но что интересно, впервые я заинтересовалась этой религией, уже выйдя из школы. Как-то духовность меня облекла, изучение духовности тоже. И я подумала, что, может быть, я там что-то найду. Но найти-то было в то время очень трудно. Чего-либо. Скажем, в 60-е годы, в конце 60-х, в начале 70-х. И Библия даже не у всех была. А Евангелие тоже было не у всех. Моя, например, бабушка, она дедушка. Они вообще носились по фронтам гражданской войны и возили с собой сундук с книгами. Но эти книги были классика, классическая книга. Тоже не было никаких книг. Но, что интересно, что меня сподвигло, разбирая старый сундук, я нашла там распятие медное такое большое. Оно меня очень заинтересовало. И икону Божьей Матери Казанской. Я бабушку спросила, она говорит, ну, Казанская Божья Матерь, она говорит, покровительствует нам всегда. И я вот эту икону всегда возила с собой. Ну, вот она так в сундуке и лежала. Я заинтересовалась этой религией. И что мне пришлось прочесть? Самое первое. Самое первое, что я прочла, это было два тома «Деяния святой инквизиции». Вот это меня потрясло. Я подумала, как же так? Такая вроде бы, ну, религия, которая вроде там к добру. Я так, ну, понаслышке знала, что там к добру, там, любовь и все. Как же могли они, сами священники, придумать, изобрести такие страшные орудия пытки, которые уродовали людей, которые давали дикую страшную боль, а потом еще и сжигали на медленном костре. Вообще это было, конечно, удивительно. Для меня было страшно. Я, конечно, занималась, стала искать возможности познакомиться с этой религией. Но в результате непосредственно Библия мне попала уже в 80-е годы, где я уже составила свое полное, так сказать, представление об этой религии. Но что сказать? Эта религия в течение многих веков, она давлела над умами, над душами людей, и, естественно, отразилась во всем. Она отразилась и в религии, она отразилась и в науке, и в искусстве, и в творчестве. Ведь мы посмотрим, если вся классическая живопись построена на библейских сюжетах в основном. Правда, когда откопали Помпеи и Веркулану, вот тогда, конечно, вспыхнул очень интерес к античной истории. В античной истории тогда тоже появились картины, которые описывали уже античную жизнь. И было очень модно изучать античную жизнь и читать в подлинниках античную литературу. Но, тем не менее, эта, так сказать, парадигма, она дала отпечаток на все. И даже если мы возьмем, возьмем, скажем, науку. Та наука, которая была в античном мире, была уничтожена. Она была уничтожена с приходом в христианство полностью. Началась она с того, что сожгли Александрийскую библиотеку, и много библиотек сожгли. Уничтожались знания и носители знаний, то есть жрецы и все хранилища древних книг. Поэтому все человечество погрузилось в некое такое инферно. И наука потом зарождалась заново. И если вы помните, даже когда Колумб собирался, когда он был уверен, что земля шар, и что он откроет новый путь в Америку, и на это, так сказать, средства искал у королей, в частности у испанского корабля, короля, то очень многие вельможи такие вот были образованные, которые с ужасом говорили, куда он поплывет? Он же свалится, он же свалится в мировой океан. То есть они считали действительно, что земля плоская, и там вот будешь, если плыть, то в этот мировой океан так и свалишься. Ну, Колумб, конечно, нашел другой материк, правда, но тем не менее было доказано, что земля круглая. Теперь если мы возьмем с вами Коперника. Кто такой Коперник? Ну, у нас каждый школьник в Советском Союзе знал, что Коперник – это каноник. Каноник – это одна из, так сказать, должностей церковных, это чин церковный. То есть наука-то вышла, собственно, из церкви, из бурз, из, так сказать, монастырских университетов. И, собственно, вот оттуда и пошла наука. И сначала она претерпевала тоже очень большие гонения. Если вы помните, даже Галилео, Галилей был подвергнут тоже всяким страхом пыток. Правда, его не пытали, но ему показали орудия пытки. Поскольку я вот познакомилась с этим в книге, в этом двухтомнике «Деяния святой инквизиции», я думаю, что, конечно, даже и не слабонервно испугается, увидев это. Джордана Бруно 9 лет пытали, тоже практически держали в свинцовой камере, в итоге сожгли, как вы знаете. То есть наука прорывалась через инквизиторские костры и всё-таки прорвалась. Но чем она отличается от восточной науки? Прежде всего тем, что наша европейская наука, она омертвляет весь мир. То есть для нашей европейской науки существует материя костная, то есть неживая. Ну и живая – это то, что мы видим, это биологические, так сказать, биологическая материя, белковая материя. Вот мы считаем её живой. Всё, что ползает, бегает, вот оно живое. А чем отличается восточная парадигма? Ведическая. Она отличается прежде всего тем, что весь мир живой. И даже сейчас наука, скажем, восточная наука, то, что сохранилось в ведической Индии, считается, что мы живём в организме, вселенной. Земля – это живой организм. И если мы изучали восточные, так сказать, мифы, мифологемы, то мы знаем, что и огонь обожествлялся, существует бог огня, огни, существует богиня земли, притхи, то есть всё живое. Мы действительно живём в живом теле Вселенной. И мы живые существа, и живём в живой Вселенной. Вот этим и отличается собственно мировоззрение и психология восточная и европейская. Потому что очень тяжело. Я помню, когда мы, ещё когда, вот моя дочь была ещё только в институте училась, Володя Егоров, тот наш кот Баюн, он учился, заканчивал как раз лестехнический университет, тогда был институт. И мы тогда, там я очень участвовала во всём, так сказать, их движении. Мы открыли там клуб «Живая земля». Это было просто такое новшество. Никто даже в то время и не думали, что живая земля – живой организм. И это звучало вызовом современной науки. И современная наука ещё не подходила к системному изучению жизни и Вселенной. Она изучала, ну, так же, как, вот знаете, как медицина. медицина изучает всё отдельно. Ухо, горло, нос, скажем, там, эндокринная система, эндокринолог есть, ну и так далее. То есть врачи делятся по уровням организма, который они изучают. А на самом деле ведь организм единый. И если заболело ухо, это очень может быть так, чтобы просто печень сделала выброс по этому каналу и ухо заболело. не от того, что вы простудились. И такое бывает. То есть весь организм, он единый. И изучать надо его как единый организм. Я помню, мне пришлось некоторое время встречаться и дружить с нашим учёным, видным учёным, Моисеевым. Я ему как раз, ну как раз он биолог. И я ему это всё говорила. На него это подействовало и в результате к концу уже как-то своей жизни он даже открыл институт человека. Институт человека, где должен был комплексно изучаться весь человек. Но поскольку Советский Союз рухнул, я думаю, этот институт, может он и существует, но он не получил того развития, которое он должен был получить. Тем более тот, кто его организовал, тоже уже ушёл с этого плана. То есть надо понять, что восточное мировоззрение, восточное пародигма здесь ждётся на том, что весь мир живой. И мы живём в живом мире. Собственно, точно так же считали наши предки славяне, славянские предки точно так же считали. А мы очень много посвятили времени в 90-е годы делать особо, знаете, надо было выживать, и тем не менее мы всё-таки, как люди от науки, мы не могли бросить то, чем мы занимались. Мы совершали очень много этнических экспедиций, находили очень много. И действительно находили схороны, где черпали знания. Так вот, как интересно, наши предки считали, что мы живём, что Бог это вселенная, Бог есть всё. Как они говорили, «се ешь Бог, Бог ешь все». То есть, всё есть Бог, Бог есть всё. И мир это, Бог это объём, а мы в нём. То есть, наши предки, именно славянские предки, они считали, что мы живём в живой вселенной, и Бог это есть вся вселенная. И они точно так же оживляли всю вселенную. Леса были наполнены лешими, всякими берегинями, поля, полевицы были в берегине, водяницы были в воде. То есть, весь мир был живой, и со всем живым миром можно было общаться. И когда люди относятся к миру как к живому, они, конечно же, не будут причинять столько вреда в этом мире, они не будут гадить, в этом мире, они не будут после себя устраивать свалки мусора, они будут бережно относиться к этому миру, они будут знать, что этот мир живой. И мы часть этого мира, мы часть этого мира. Как сказал очень хорошо Державин, частица целая вселенная, поставлен мне в почтенной средине естества, я той, где кончил тварь и ты телесно, где начал ты духов небесных, и цепь существ связал всех мной. Вот такое отношение ведическое, кстати, он был посвящен Державин, и вот именно это мировоззрение он очень ясно выразил в своей оде Бог. Я очень вам всем советую эту оду прочитать, подумать над ней. Это, можно сказать, своего рода Бхагавадгита, ну, можно провести такие аналогии, но наша Бхагавадгита русская, славянская. Вот. И еще хочу ответить, ну, практически у меня сегодня получается, что я всю беседу трачу на то, чтобы ответить на вопросы, но это действительно необходимо, тем более, что с этими ответами приходят новые знания. Это все равно, я собиралась эти знания и еще так сказать, и передать вам. Вот сейчас спросили, еще меня спросили, сейчас очень популярны тренинги и практические курсы по психологии, в чем их эффективность и опасность. Я знаю, что эффективна только йога, классическая йога по Энгару, которая действительно классическая йога, она очень эффективна. А все остальные психологи, все тренинги приходят к нам между прочим в основном из Америки, из Запада, и все эти тренинги они весьма опасны, очень опасны. Особенно те, которые вот холотропное дыхание, например, это ужасный тренинг, он рвет канал, он рвет энергетические сосуды, он скрывает третий глаз, и человек начинает чего-то видеть, слышать, не умея объяснить. Да, еще меня спросили о мадарах. общаются ли там с кем-нибудь мадары. Да, у них есть ученики, но эти ученики у них такие, которые идут уже из рождения в рождение, а на самом деле они не входят в контакт с людьми. Все контактеры это в основном сейчас те, которые так сказать пришли из Америки. Сейчас очень популярные, вот тут недавно мне прислали посмотреть про некого полководца, у него какое-то еврейское имя, то ли Ашар, то ли я не записала, к сожалению, но я вам скажу, что это мерхиседеки. Мерхиседеки, о них можно узнать, о них немножко есть и в Библии, так сказать, особенно в этих неканонических, апокрифических, таких апокрифах есть, о них упоминания. Они не инопланетяне, конечно, не инопланетяне. Вот они как раз таки ловцы душ, они идут под кодом вознесенные мастера, ангелы, так сказать, откровения ангелов. Вы знаете, я читала эти откровения, они чем-то, знаете, похожи на неживой свет люминесцентный, эти откровения. Вроде бы свет, вроде бы они хорошо говорят. И так как бы ты понимаешь, что правда-то да, это так, действительно, но это приманка, это заманивает людей, люди, которые открываются и которые потом попадают под их влияние. Я видела таких, у меня 40 лет опыта в этом пути и направлении акутизма. И я очень многих уже видела тех, кто, попавшись на эти крючки, с них выкачали просто психологическую энергию, силу и жизнь. И очень многие, кто-то с ума сошел, кто-то просто уже умер, то есть ушел с этого плана. То есть понимаете, это все от того, что человек при этой парадигме, где все неживое, не привык сам чего-то искать, познавать. Ему нужны всегда таблетки, ему нужны... Почему даже такой успех имела лекция, где я говорила о ведущих? Конечно, приятно узнать, что у каждого из нас есть ведущий. Ведущий, который нас помещает в рождение, который забирает из рождения, который действительно заботится о нас, но эта забота происходит не так, как мы это себе представляем. Мы представляем заботу такую, какую мы проявляем о своих детях, например. Мы готовы им отдать все, мы готовы детям сделать жизнь такую легкую, без труда, и они ничему не научаются в результате. В результате они растут эгоистами, и в результате потом старики остаются одни-одинешники, дети их бросают, иногда даже на похороны забывают приехать. Поэтому наши ведущие нет, они смотрят за нами, но они разговаривают с нами, как я уже говорила, языком обстоятельств, и они нас учат, они нам дают такие обстоятельства, которые являются для нас испытаниями, в которых мы должны выбирать между вечным и быстротечным. и именно это дает собственно нам опыт, потому что нам готовый опыт, вот только сейчас дали, вот в этой книге «Магия вечности», это готовый опыт богов, но этот опыт еще надо сделать своим, его надо еще усвоить, надо его еще правильно усвоить, получить опыт, а так в общем-то мы набираем опыт сами, и поэтому я очень не советую контактировать ни с кем особенно, то есть ченнелинг это изобретение как раз махиседеков и серых для удобства захвата человеков, человечества, а человек как малое дитё его обмануть нетрудно, очень нетрудно, да, как Пушкин сказал, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, поэтому люди, они действительно, они обманываются с легкостью, их очень легко обмануть, поэтому я говорю, не надо верить ничему, мне тоже не надо верить, я даю вам достаточно логически обоснованные истины, вы можете проверять сами, а если вы будете это проверять, то получать будете опыт, знания для того и нужны, знания и осуществление знания дает опыт, только это дает опыт, только, только знания и осуществление знания, Да, и действительно, что делать, если, например, человек уже более высокого уровня сейчас живёт в этом страшном мире? Всё равно мы здесь дети. Какого бы мы уровня не были, были бы мы прахманы, были бы мы кшатри, были бы мы вайши, ишудры, мы всё равно здесь все дети. Мы на этой планете все дети. Поэтому нам всё равно нужна защита. Мы нуждаемся в защите. Нам эту защиту дали. И я надеюсь, что уже многие попробовали эту защиту и получили опыт свой. Я многих знаю, которые пользуются этой защитой. Мы сами живём только благодаря этой защите и пользуемся этой защитой. Она даёт действительно опыт и самое главное, что действительно настоящая защита. То есть тёмные силы не выносят света великого закона. Какой бы они там холодное и люминесцентное свечение не обрежались, как только на них падает свет истинный солнечный свет, они моментально появляются в своём истинном облике. И согласно тому процессу, который сейчас у нас проистекает, то есть процесс у нас идёт очищения в этом мире, и этот процесс очищения будет идти ещё достаточно долго, но самое тяжёлое время, самое тяжёлое время это будет до 1933 года. Это катаклизмы, катастрофы и всякие ужасы будут сопровождать это время. Поэтому сейчас защита особенно нужна. И эта защита – великий закон. Великий закон в силе действия, действия в пределе закона. И самое главное, себя надо вставить в этот закон, потому что самая лучшая защита – это выстроенная гармония внутри нашей природы.